После матча Лиги Чемпионов в Киеве, Украину покинули 30 с половиной тысяч иностранных болельщиков, а всего их приехало в нашу страну свыше 50 тысяч. Таковы данные Украинской Госпогранслужбы. Команда победителей Реал Мадрид прилетела домой вчера, как их встретили на родине. Далее в нашем материале. Вот так Мадрид встречает победителей. На центральную площадь Сибелес отпраздновать победу родного клуба пришли десятки тысяч испанцев. Градус восторга зашкаливает. Такого массового ликования не увидишь ни в национальные, ни в религиозные праздники. Под уже традиционную для подобных мероприятий песню группы Queen We Are The Champions, капитан Реала Серхио Рамос и защитник Марсело Виейро гордо поднимают Кубок Лиги Чемпионов. Это уже 13-й трофей в коллекции футбольного клуба. По сложившейся традиции игроки повязывают шарфик Реал Мадрида на шее богини Сибелес. Ну а дальше проезд с Кубком по улицам Мадрида на крыше двухэтажного автобуса. Впрочем, главная часть праздника впереди. К вечеру на стадионе Сантьяго Барнабео трибуны заполнены до отказа. Фанаты ликуют. Тут атмосфера не менее торжественная. В небо взлетают фейерверки, а на спортсменов опускается белое облако из конфетти. Они сказали, что выиграть снова будет невозможно. Но вот спустя год мы здесь и мы опять празднуем победу. Они сомневались в нас после того, как мы второй раз подряд выиграли Лигу Чемпионов. Но черт возьми, мы забрали этот кубок в третий раз. Единственное, что омрачает торжество, это слухи о том, что звездный форвард команды, португалец Криштиану Роналду, вскоре может покинуть Реал Мадрид. Об этом он намекнул на пресс-конференции в Киеве. Останься Криштиану, скандируют фаны с трибун. Но футболист свой возможный уход не комментирует. По крайней мере, пока. Большое спасибо. Для меня это очень важно. Я чувствую себя комфортно в атмосфере этой любви и страсти, которую вы демонстрируете во время матчей и на улице. Игроки команды, как и весь персонал, который с нами работает, мотивируют меня ежедневно совершенствоваться. Мне нравится побеждать в этой команде, ведь с такими игроками невозможно не выиграть Лигу чемпионов. Так что спасибо вам, Мадрид. 26 мая в Киеве на Олимпийском стадионе состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА. В зрелищном поединке с английским Ливерпулем победу одержал испанский Реал Мадрид. Для клуба эта победа стала третьей подряд. Ранее команда Зинадина Зидана выиграла Лигу чемпионов в 2016 и 2017 годах. Алиса Орлова, подробности, телеканал Интер.